Здравствуйте, меня зовут Константин. В этом видео мы рассмотрим рекомендации по монтажу двери на компланарном коробе. В первую очередь нам необходимо проверить габариты проема. Ширина проема должна быть на 80-100 миллиметров больше ширины дверного полотна. Высота проема должна быть на 60-70 миллиметров больше высоты дверного полотна. Система предназначена для ровных отремонтированных стен с максимальным отклонением от вертикали 1 миллиметр на метр. В зоне открывания не должно быть неровности напольного покрытия. Для монтажа нам потребуются следующие расходные материалы и инструмент. Клинья или монтажные подушки, распорки, саморезы 4 на 70, баллон монтажной пены, баллон герметика бесцветный, малярный скотч, строительный уровень, дрель-шуруповерт, сверло диаметром 3 и 4 миллиметра, бур 8 миллиметров, насадка зенкер, торцевая пила с верхним столом, стамеска, киянка, рулетка, нож строительный, угольник, пульверизатор, биты и насадки для шуруповерта, струбцины. Подготовьте место для проведения работ. Накройте мебель для исключения попадания пыли. При сборке элементов конструкции на полу постелите мягкий материал без жестких абразивных включений, препятствующие образования вмятин и царапин. После проверки готовности проема, проверки наличия всего необходимого инструмента и подготовки рабочего места, приступаем к осмотру продукции. В комплект короба входят два вертикальных элемента, один горизонтальный элемент, комплект стяжек, ёршики, инструкция. Вертикальные элементы короба необходимо опилить в следующий размер. Высота полотна плюс 43 миллиметра. Данный размер даст зазор между напольным покрытием и полотном равный 10 миллиметрам. В нашем случае высота полотна 2000 миллиметров. Вертикальный элемент короба должен быть опилен в размер 2043 миллиметра. При кривизне пола в месте проема или в зоне открывания двери длина вертикальных элементов должна рассчитываться с учетом данного отклонения. Чтобы исключить образование осколов, перед обработкой заклейте место спила малярным скотчем. Обрезаем излишки уплотнителя при помощи строительного ножа. Аккуратно вынимаем уплотнитель с петлевой части короба. Стандартный комплект фурнитуры. Для монтажа двери на компланарном коробе входят петли скрытые асимметричные, декоративные накладки, комплект метизов и шестигранный ключ, замок, ответная планка, инструкция. Просверливаем отверстия под саморезы в коробе. Производим сборку дверного короба. Далее при помощи монтажных подушек и уровня устанавливаем короб в проем. Короб устанавливается в одной плоскости со стеной. Просверливаем отверстия под механическое крепление короба к стене. После засверливания расширьте отверстия при помощи насадки зенкера. Производим механическое крепление короба в проеме. Аккуратно распакуйте полотно. Чтобы не повредить поверхность полотна, строительный нож используется для удаления скотча с торцов упаковки из картона. Просверливаем отверстия под саморезы в полотне. Устанавливаем петли в короб. Устанавливаем полотно на петли. Для крепления полотна к петле используем саморезы со сферической головкой. Полотно должно равномерно прилегать к уплотнителю в замковой части короба. При открытом состоянии полотно не должно самопроизвольно открываться и закрываться. Производим засверливание под механическое крепление короба в проеме. После засверливания расширьте отверстие при помощи насадки зенкера. При помощи самореза производим механическое крепление короба к проему. Зазоры по периметру полотна должны быть примерно одинаковы. Производим регулировку по высоте за счет движения полотна. Производим дополнительную фиксацию на один саморез. Отрегулируйте петли по притвору. Отрегулируйте петли по прилеганию полотна к уплотнителю. Перед нанесением монтажной пены необходимо увлажнить проем. Перед тем, как нанести монтажную пену, ознакомьтесь с инструкцией на баллоне. Действуйте в соответствии с инструкцией. Далее мы рассмотрим принципы монтажа добора и обратного наличника для полотен на компланарном коробе, компланарном коробе обратного открывания и обрамления проема в современном стиле. Ширина добора должна быть больше оставшейся глубины проема на 20 мм. В нашем случае глубина проема 77 мм, ширина добора должна быть 97 мм. Опиливаем добор в данную ширину. Отметьте место опила вертикального добора по нижнему пазу горизонтального короба. Горизонтальный добор опилите в размер длины пазы горизонтального короба. Чтобы исключить образование сколов, перед обработкой заклейте место спила малярным скотчем. Перед нанесением монтажной пены увлажните проем. Приступаем к установке лицевых наличников. При помощи строительного ножа удаляем излишки пены. Далее производим установку ёршиков. Они служат для позиционирования и крепления лицевых наличников к коробу. Далее подготавливаем к монтажу вертикальные лицевые наличники. Для того, чтобы отметить место опила лицевого вертикального наличника, опилите фрагмент от горизонтального наличника. Он всегда идёт в плюсе по длине. При помощи горизонтального наличника отметьте место опиливания вертикального наличника. Чтобы исключить образование сколов, перед обработкой заклейте место спила малярным скотчем. Замерьте расстояние между вертикальными наличниками и опилите в этот размер горизонтальный наличник. Далее мы рассмотрим принципы монтажа обратных наличников для полотен на компланарном коробе, компланарном коробе обратном открывании и обрамление проема в современном стиле. С помощью фрагмента наличника отметьте место пила вертикального обратного наличника и место стыковки горизонтального добора с вертикальным обратным наличником. Чтобы исключить образование сколов, перед обработкой заклейте место с пила малярным скотчем. Замерьте расстояние между вертикальными обратными наличниками и опилите в этот размер горизонтальный обратный наличник. Для окончательной установки наличника нам потребуется демонтировать полотно. Для крепления лицевого наличника к поверхности стены нанесите пену в широкий паз наличника. При необходимости демонтажа наличника воспользуйтесь строительным либо канцелярским ножом. Для установки обратного наличника на добор нанесите герметик в широкий паз наличника. Для крепления обратного наличника к поверхности стены нанесите пену в узкий паз наличника. Установите струбцины, как показано на видео. После технологической выдержки и монтажной пены демонтируйте струбцины и установите полотно. При необходимости произведите дополнительную регулировку петель. Далее мы устанавливаем декоративные накладки на петли и уплотнитель. Затем устанавливаем замок. Произведем предварительное засверливание под крепление саморезов. Производим установку ответной планки. При необходимости улучшения прижатия полотна к уплотнителю переверните ответную планку. В комплект ручек входят ручки, накладки, комплект метизов с шестигранниками. Обратите внимание на последовательность установки саморезов из комплекта в ручку. Произведите предварительное засверливание под крепление саморезов в ближайшем отверстии к кромке полотна и в отверстии под ручкой. Установите саморезы из комплекта. Произведите засверливание в отверстии за ручкой, опустив ручку вниз. Установите саморез из комплекта. Установите накладку. поздравляем установка завершена желаем приятной эксплуатации